Крым и Севастополь К родным берегам! В порт постоянной приписки! В Россию! Цена платы за крымнашизм возрастает с каждым днем. Минфин США расширил число российских компаний и физлиц, на которых распространяется действие американских санкций, введенных из-за ситуации в Украине. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства финансов США. Минфин США расширил число фигурантов, попавших под односторонние санкции. Об этом сообщается на сайте ведомства. В списке 21 фамилия. Это граждане России и Украины, а также около 20 компаний. В обновленный санкционный список, в частности, включены компании и люди, причастные к поставке турбин «Сименс» в Крым. Компания бизнесмена Алексея Мордашова «Силовые машины», реализующая в России совместное с германским концерном «Сименс» предприятие по производству турбин «Сименс» технологии газовых турбин. Структура корпорации «Ростех», «Технопромэкспорт», которая строит в Крыму две электростанции, и гендиректор «Техпромэкспорта» Сергей Топор-Гилко, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак. Ранее Черезов, Грабчак, Топор-Гилко, «Технопромэкспорт» были включены в санкционный список Евросоюза из-за скандала вокруг поставок упомянутых газовых турбин. «Технопромэкспорт» подал иск в Европейский суд юстиции против Совета ЕС, требуя отменить эти санкции. Согласно опубликованному уведомлению суда в официальном журнале ЕС, иск зарегистрирован 17 октября 2017 года. Отдельный иск зарегистрирован персонально от главы «Технопромэкспорта» Топор-Гилки, который требует исключить свою фамилию из санкционного списка Евросоюза. После присоединения США к наказанию виновных в незаконных поставках турбин «Сименс» в Крым, Топор-Гилки и остальным персонажам не на что надеяться. В МИДе России подчеркнули, что новые санкции показывают беспомощность США. Если власти США предпочитают прорвать экономические и прочие связи с Россией, это их право. Как и мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампании, которая не дала и не даст им никаких результатов, обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность. И, конечно, они смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине. Безусловно, это не гражданская война. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько русскоязычных живет на всей территории Украины. В Одессе, Киеве, других регионах востока страны. Между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих местах живут нормальной, безопасной жизнью, они работают. Так что конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России в Украину. Там были созданы различные организации, которые были наделены полномочиями, и вооруженные отряды ополченцев, которые Россия обучает, полностью поддерживает и обеспечивает оружием. Это продолжается и по сей день. Я думаю, при помощи этих мер Россия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве, чтобы удержать страну в сфере своего влияния. Но в итоге это вызвало противоположный эффект. Негодование, спровоцированное этим вторжением, сплотило Украину более чем когда-либо, способствовало формированию национального самосознания и сделало страну более прозападной. Я считаю, что все завершилось трагедией, поскольку множество людей пострадало в результате этого конфликта. Более 10 тысяч человек погибли, и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Однако Россия своих целей в Украине не добилась. За этим очень грустно наблюдать. Напомним, входящий в госкорпорацию Ростех Технопромэкспорт строит в Крыму две газовые теплоэлектростанции мощностью по 470 мегаватт каждая в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 мегаватт запланирован на май 2018 года. На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии «Сименс», но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций Евросоюза. Позже Ростех заявил, что нашел другого поставщика турбин. Энергооборудование якобы должно быть поставлено на полуостров со вторичного рынка. Но по итогам проведенного «Сименс» расследования концерн заявил, что все четыре турбины, поставленные в Крым, оказались его производством. Ростех и «Сименс» с лета 2017 года ведут спор вокруг поставок в Крым турбин германского производства в обход санкций Евросоюза. Естественно, арбитражный суд Москвы отказал концерну и его дочке «Сименс» технологии газовых турбин в признании договоров поставок оборудования недействительными и возврате турбин. Но и без всяких российских судов в новый санкционный список попали также Так называемый губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, а также дорожно-строительная компания «ВАДА», выигравшая контракт на строительство в Крыму федеральной трассы «Таврида» за 137 миллиардов рублей. Фирма принадлежит бизнесменам Валерию Абрамову и Виктору Перевалову. Оба также стали фигурантами санкционного списка. Кроме того, ограничения введены против ЗАО «Внешторгсервис» и «Газальянс», которые занимаются поставками в Россию стали с оккупированной территории Донбасса. По сведениям РБК, «Газальянс» связан с Сергеем Курченко, соратником беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Санкции также введены против нескольких структур «Сургутнефтегаза». «Сургутнефтегазбанка», общество с ограниченной ответственностью «Медиаинвест», страхового общества «Сургутнефтегаз», «Сургутмебель» и других компаний. Активы лиц, попавших в перечень американского Минфина, будут заморожены. Также им будет запрещено вести бизнес в США. Отвечать кремлевским многоходовочникам придется. Силовые машины Мордашова, внесенные в санкционный список США из-за поставок турбин «Сименс» в Крым, попали крупно. Из портфеля заказов в 5,5 миллиардов долларов 3 миллиарда приходится на зарубежные контракты. Ну что тут еще добавить? Возвращение в родную гавань прошло на ура. По сообщению издания «The Moscow Times», богатейшие россияне беспокоены возможностью попадания под персональные санкции. Некоторые из них якобы даже побывали в Вашингтоне с целью прояснить ситуацию, но безрезультатно. Я подозреваю, что такая реакция связана со сознанием того, что санкции могут затронуть и их тоже, что Владимир Путин не может их защитить, и что Запад не так уж и слаб и коррумпирован, как им рассказывали, что есть последствия за действием России, эти люди будут также нести ответственность. Речь идет не только об аннексии Крыма и фактическом развязывании войны против Украины, но и о вмешательстве России в выборы в США. О том, что Москва это сделала, подтвердил доклад американского разведсообщества. Дэниел Фрид отмечает, что отсутствие банковского счета в США у человека или компании не означает, что нельзя ввести санкции. Мировая финансовая система в большей степени связана с долларом. Даже если транзакция проходит в евро через американский банк, она будет считаться попадающей под санкции. Если Минфин США вносит человека в санкционный список, то он не сможет использовать европейскую банковскую систему, поскольку она связана с американской. Так что американские санкции имеют большой эффект. В Кремле часто говорят, Россия выйдет из мировой финансовой системы, чтобы снизить возможности США в виде санкций. Скольких людей вы знаете, которые хранят свои сбережения в рублях? Это произойдет не скоро. В Минфине США есть несколько управлений, которые занимаются вопросами санкций. Там работают профессионалы, к которым присоединились люди Трампа. Помощных министр финансов, который занимается финансовыми преступлениями, очень серьезный человек с богатым опытом. В государственном департаменте этим занимается заместитель директора отдела политического планирования Дэвид Теслер. У него тоже большой опыт. Мы видим просто нарастание антироссийской истерии. Скорее всего, это использование русофовских инструментов во внутриполитической борьбе. В данном случае борьбы президента Трампа и его политических противников внутри Соединенных Штатов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok